сегодня мы хотим прогуляться посмотреть что рядышком возле нашего дома просто ознакомиться с местной обстановочкой тут рядом с нашим домом находится кафе это очень хорошо завтракать можно приходить вообще в городе много кафе магазинчиков таких небольших это очень приятно и с этой стороны есть разные магазины пожалуйста парикмахерской отрискал ее до я считаю что место расположения где мы искали квартиру довольно удобная вот ирландский паб идем смотреть иранскую площадь и церкова как раз дается звон это ластеранская площадь прям рядышком с нашим домом находится здесь расположена базилика сан-джованни-ин-латирана и стоит огромный обелиск привезенный с египта обелиск расписан египетской символикой хорошо видать рядом с травом находится латеранский баптистерий сан-джованни-ин-порте в баптистериях проводили крещение и он обычно восьмигранный обелиск построен из красного гранита высотой он 45 метров и весит 455 тонн привезён из египта и построен он в 1420 году где-то до новой эры там храм возведен в 4 веке еще при императоре константине это базилика стоит на первом месте и превышает даже титул храма святого петра а это дом с той стороны он целый квартал занимает наши апартменты сейчас мы обойдем с той стороны посмотрим этот храм с этой стороны она очень монументально выглядит а сверху смотрите 12 фигур отцов церкви центре культурное изображение христа спасителя фигуры имеют 7 метровый размер между колоннами надпись что это церковь всех церквей города и мира мать и глава она является одной из четырех церквей важнейших рима которые мы тоже в будущем посетим сейчас попробуем попасть вовнутрь это скульптура понтифика клемманса 12 какие массивные двери храм состоит как бы из трех из четырех пролетов сейчас я выйду на центральный пролет с обеих сторон стоят в нишах цветы вот например варфоломей это ученик христа позолоченный потолок с гербами в центре установлена утарь все расписано резками здесь было захоронено шесть пап и имеется святая лестница там трон на которой наверно восседает папа балкончики такие интересные и органные трубы и там тоже органные трубы наверное звучание просто потрясающие это он играет вдоль стен стоят исповедали в одном из пролетов даже не в одном а в двух и с обоих сторон алтарей такие маленькие а это внутренний дворик мы зашли посмотреть это как музей считается вы знаете как красиво здесь так приятно розы растут оливковые деревья интересно это деталь из алтаря в море Магдалины в море Магдалины львы какие еще остались сколько ему уже лет поди сделаны из кардского мрамора который добывали чуть выше пизы сколько людей видела это дело ходило здесь шестнадцатое столетие однако а это фреска тринадцатого столетия действенной Марии уже перекрашена была в шестнадцатом веке Базилика Сан-Джованни Латерана находится на холме Латерана раньше здесь жила очень богатая семья которая носила эту фамилию но поскольку она устроила мятеж против императора Нерона то эти земли конфисковали как ты там сказал про мятеж не может кончиться удачей в определенном случае его зовут иначе а вот в этом помещении находится лестница по которой Иисус Христос шел на суд в Конте Пилат вот мы сейчас сходим тоже посмотрим я смотрю такая очередь туда стоит большая ну придется стоять ну я поняла я хотела снять это здание расписанная фресками а вот там вот лестница которая из Иерусалима приведена по которой Иисус Христос поднимался на суд в Конте Пилата и вот написано подниматься только на коленях но мы не верующие в этом плане поэтому пойдем по другой лестнице поднимемся здесь здесь тоже довольно интересно подниматься фрески очень интересные витражи потолок в пресках все обалденные саркофаги мраморные мрамор зеленый, красный, белый очень красивые ну богатым принадлежали тут спускаться лестницу посмотрели туда конечно ползти я не стала ну зашла тут тоже храм его посмотрела входим в сквер напротив да какая история богатая города столько храмов дворцов масса музеев все там хочется посмотреть видеть своими глазами и тут вот мы видим стену аврелиана это стена захватывает семь холмов на которых был основан рим и мы эту стену еще будем видеть гуляя по городу или по крайней мере ее остатки строили ее горожане своими силами потому что у казны не было средств строилась она при императоре аврелиане и так она называется стена аврелиана на стене каждые 100 метров имеются вот такие смотровые башни и там дальше видно и там дальше видно еще одну длина стен 19 километров высота стен 8 метров в некоторых местах даже надо достигать 16 метров это по реконструкции а ширина 3 метра сейчас мы посмотрим памятник дорогу перейдем стена это имела 18 ворот в разных местах города это монумент святого франциско отцыского он установлен на площади сан джованни ин латерана с поднятыми вверх руками франциск обращается к богу и тем самым он как бы спасает наш мир говорят что он мог разговаривать с животными с птицами ну и вот голуби видите облюбовали его туда идем парк посмотрим и эту стену получше снимем в скверике имеется кафешечка где наверное можно выпить что-то очень приятное не поешь не поешь здесь только мороженое кофе напитки где наше да а нам надо что-то последний найти сейчас пройдем здесь вдоль стены такой древней это 271 год новой эры а тут смотрите как цветут маки сейчас вроде бы уже весна закончилась но изобилия дождей очень много цветов цветет так приятно гулять вообще рим бы я хотела чтобы он был более почище все-таки очень много мусора валяется подойдем сейчас поближе к этой древней стене а некоторые нет а некоторые вот например здесь конечно против солнца ну что делать другого у нас варианта нет очень красиво храм отсюда смотрится просто обалденно и видно что он на холме находится розы цветут и вот эти вот зонтикообразные сосны они с самолета очень интересно смотрятся и есть колонки люди с колонок пьют воду сейчас хотим сходить пообедать пиццерия ресторан вот сейчас мы сюда и зайдем ресторанчика мы сядем на улице вот здесь ой как хорошо сейчас меню принесли посмотрим что выбрать заказала себе полоски говядины с руколой с чесночком с помидорчиком с сыром Лёшу принесли карбонара очень вкусные тирамису и в красивых таких чашечках кофе подают американо давай я проявляю тирамису скажу тирамису означает тирамису тирамису то есть pick me up по-английски то есть подними мне настроение или сделай мне хорошо чтобы у меня аж душа развернулась а потом свернулась короче поднимаем себе настроение пообедали мы хорошо и теперь идем домой зашли еще в магазин купили тарелочку чупа чуп сдали нам покажу дома купила очень красивую тарелочку обещала показать на стену ну вот с почина можно сказать таких будет много на этом я буду заканчивать свое видео до новых встреч